Украинское искусство в Нью-Йорке. В США в эти выходные проходит первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды. И еще до ее открытия местная пресса включила это событие в десятку самых ожидаемых событий начала лета. Насколько оправдался этот прогноз, как публика приняла украинские работы, об этом гостей расспросил Дмитрий Анопченко. Это Челси, уютный район в Нижнем Манхэттене, где прогуливаясь обязательно встретишь людей с мольбертами, ведь эта часть Нью-Йорка считается центром изобразительного искусства. А в современных зданиях и на территории бывших складов, реконструированных в 90-е, огромное количество галерей. Именно здесь и проходит персональная выставка украинской художницы. Публики много и самой разнообразной, как разнообразен и сам Нью-Йорк. Разные национальности, разные языки, но посетителям все понятно и без перевода. Это очень сильная женская история. Мне безумно понравилась. Тема женщин становится все более важной во всем мире. И эта выставка о том же и говорит. О сильных женщинах, которые смогли изменить украинскую историю, стали ее частью. Мы понимаем наратив событий на Майдане. И мы понимаем певные пережития внутренних женщин, которые там были, через то, что в этом зале. То, что находится внизу в видео, оно больше документация событий, которая совершенно не понимает американцев, но очень хорошо воспринимается как мастерство. Эти слова о второй части экспозиции. На большом экране видеоработа Зинаиды Билла Труна. Результат многочисленных экспедиций художницы в Карпаты, где она изучает украинскую культуру и исторические символы. У арт-пространства, где расположилась выставка, есть еще одна не менее важная функция. Психологическая реабилитация тех, кто прошел войну. Как американских военных, за плечами которых Ирак и Афганистан, так и украинских ребят, которые в Штатах лечатся от травм, полученных на войне. Что я могу делать, как митец? Конечно, помогать инструментам через мистерство. То есть, я сделала такой курс арт-реабилитации, который я провожу как волонтер в госпиталях, реабилитационных центрах. И также я привезла материалы для того, чтобы провести этот курс тут с местными ветеранами. И поэтому в зале, где выставка Зинаиды будет проходить еще месяц, всегда будут посетители. Ведь она о том, что важно для людей по обе стороны океана. И все равно, на каком языке они говорят. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.